Добрый день Александр Михайлович, вот интересный вопрос. В одном из интервью алгоритмического трейдера приводятся весомые доводы в пользу роботизированного трейдинга. По словам всех крупных компаний, хачфонды имеют огромный штат программистов. В JP Morgan Chase работают 50 тысяч сотрудников, две трети из которых программисты. Но немножко с вами не соглашусь, в JP Morgan Chase не работают две трети программистов. Это как бы я точно знаю. Будем говорить, цифра высокая, но не две трети это однозначно. Две трети, наверное, это обслуживающий персонал программистов. Программисты есть, но их не две трети. Это больше программистов, чем технических компаний, таких как, к примеру, Facebook. Программы анализируют огромный пласт информации, обучаются, принимают решения о дальнейшей торговле, соревнуются с программами конкурентов. Означает ли это, что зарабатывают будут только те, кто имеет хороший опыт в алгоритмическом трейдинге? Ответа однозначно нет. То есть вопрос можно переименовать так. Выживут ли ручные трейдеры? Ответ однозначно да. Объясню почему. Дело в том, что на сегодняшний день, будем говорить так. Раньше, раньше, те, кто торговал, и там будет следующий вопрос такого типа. Раньше, кто торговал в ямах, владели информацией. Какой информацией они владели? Да, вот я недавно брал интервью у Луиса Барселина. Можете посмотреть. Это такой мастодонт 80-90-х годов, который заработал огромное количество денег на трейдинге. Этот человек работал в яме. Да, что он делал? Он анализировал, как вокруг крупняк скупает или продаёт какие-то позиции. На сегодняшний день ямы, ямы практически, ямы практически не работают. Да? И из-за того, что ямы не работают, то в первую очередь, если не работает яма, вы не видите всего потока ордеров. На сегодняшний день очень много ордеров идёт в электронном виде. Очень много ордеров идёт в электронном виде. Поэтому программы, они есть, может, сильные. Но это не значит, что дески или крупные игроки не зарабатывают деньги. Да? То есть, крупные игроки всё равно зарабатывают деньги на маленьких игроках или, там, на ком-то ещё. Но это не значит, что ручной трейдинг, он уйдёт в никуда. Да? Я скажу честно, я в трейдинге с 1998 года. И, наверное, последние лет семь или восемь, всё, что я слышал, что ручной трейдинг умрёт, что что-то будет не так. Дорогие друзья, 12 сентября, просто вам расскажу один случай. Значит, 12 сентября у нас была прямая трансляция из Турции. У меня был в Турции семинар. Я очень люблю выездные семинары. И один раз в год у нас есть выездной семинар. Всего один раз в год. У нас всего семинары четыре раза в год. Один раз в год у нас выездной семинар в Турцию. Я очень люблю. И на этом турецком семинаре пять дней подряд мы торгуем каждый день. Ну, торгую я, а студенты смотрят. И вот 12 числа у нас был в Турции один торговый день, который мы показывали, транслировали для всех, полностью всё включили с домашним заданием и со всем остальным. Кстати, это сразу ответ на тех, для тех людей, которые, потому что здесь был один вопрос. Человек пишет, я знаю, что вы давно не торгуете. Мне просто интересно, как человек знает, что я давно не торгую. Так вот 12 числа. Это была не запись, а, это была прямая трансляция. Прямая трансляция была, где я торговал. Так вот, у меня было 70 процентов положительных сделок. Я поторговал ровно так же, как я торговал 20 лет назад. 70 процентов положительных сделок, было 12 числа. Кто видел, это мне просто интересно, а в записи ты, может, смотрел, но мне просто интересно, кто из, здесь присутствующих смотрел прямую трансляцию двенадцатого числа. Да? Просто, просто интересно. Напишите. Вот видите, люди. Вот Данаев смотрел. Вот. Написайте плюсы, кто смотрел эту трансляцию двенадцатого числа. Она была в прямом эфире. И потом просто напишите, я правду сказал или неправду. Да? Просто вот напишите, я правду сказал или неправду. Людмила Ходоковская, ты не смотрела, ты вообще там была. В Турции. Да. Вот просто кто смотрел, можете просто поставить плюс и ответить на вопрос, а как же, спелкует украинскую мову. А как же? Да. И вот видите, вот вам ответы. Это люди, вы же понимаете, это же не одного человека можно пацаного поставить, а сто человек пацаных не сделаешь. И я просто людям показал, потому что люди очень часто задают вопрос. Вот мы сейчас начнем торговать, придут, блять, эти злые роботы и нас там просто похоронят. Никто не вас не похоронит. Если вы правильно определяете уровни, если вы помимо того, что понимаете правильная правда уровней, если вы помимо того, что вы уровни понимаете, понимаете общее направление движения инструментов, роботы ничего сделать не могут. Роботы пытаются ловить очень маленькие движения, да? По одной простой причине. Какой бы робот ни был, вот даже самый крутой, поверьте мне, я со своим партнером занимаюсь разработкой робота искусственного интеллекта. Да? И у нас очень сильная теоретическая составляющая была доказана. Так вот, все равно ни один робот не сможет проанализировать. Я объясню почему. Потому что если в какой-то момент на рынке придет какой-то очень крупный покупатель или продавец, ты все равно не сможешь тупо успеть. Потому что крупный покупатель или продавец – это большая, сильная рыночная заявка. А когда приходит на рынок большая, сильная рыночная заявка, то поверьте мне, никто не может убрать. Поэтому это основание того, что крупные, вернее, роботы, они не работают на супер каких-то крутых объемах. Они работают на большом количестве акций. Ни один робот не станет против крупной заявки, потому что он не знает, кто там стоит. И я недавно на Фейсбуке записывал одно видео, которое называется «Когда гений терпит поражение». Да? И там была акция VRX. В акции VRX, VRX был Билл Акман, который потерял на этой акции 5.2 миллиарда долларов. Знаете, что самое примитивно смешное? Что этот человек был в совете директоров, и он умудрился потерять больше 5 миллиардов долларов. Это показывает о том, что если крупняк будет выходить, ни один робот на себя такую ответственность не возьмет. Вот и все. Да, они могут там скальпировать, они могут заниматься высокочастотным трейдингом. Но будет ли это концентрофа для ручного трейдинга? Нет. И я дальше… Искусственного интеллекта не существует. Правда или нет? Ответ – да. Но есть вектор искусственного интеллекта, это немножко другое. Но Cloud Enter абсолютно правильно сказал. В чистом виде искусственного интеллекта не существует, но существует вектор искусственного интеллекта. Сто процентов – да. Искусственного интеллекта. Пока. Продолжение следует...